Добрый вечер, мальчики и девочки! Я очень рада сообщить вам, что мы будем с вами встречаться перед сном. И я буду рассказывать вам очень интересные истории из жизни нашего любимого пророка Мухаммада, саллилолу алей и ва салям. О каждом дне из его жизни, начиная с самого рождения и детства, любимого нашего пророка, саллилолу алей и ва салям. Итак, устраивайтесь поудобнее и слушайте. Земля была прекрасна в очаровательном наряде из цветов, бабочек, жучков и спелых фруктов. Всюду бегали в припрыжку дети, летали птицы, плавно текли реки. Но за всей этой прекрасной картиной скрывалось горе земли, потому что на земле происходили ужасные вещи. Дело в том, люди решили, что они творцы этой земли и всего, что на ней. И они забыли настоящего творца, Аллаха. Они поклонялись не Аллаху, а разным вещам. Кто огню, кто солнцу, кто корове, а кто высекал из камня и дерева фигуры. И потом молился им. Но ведь все это, и камни, и огонь, и деревья, созданы Всевышним Аллахом. Богатые угнетали бедных, мучили их, обижали. Если, например, это были их слуги, то их били. Не платили им то, что обещали за работу, а иногда и даже не давали им есть. И очень часто разлучали семьи своих рабов. То есть продавали мать в один дом, а ребенка в другой. Они считали, что у рабов нет таких чувств, страданий и переживаний, как у них. А еще они не любили, когда в семье рождались девочки. Предпочитали только рождение мальчиков. В то время женщин очень обижали, а стариков они порой просто выставляли из дома. В Бога они не верили. Они его не боялись и не уважали друг друга. И хотя Аллах отправлял к ним много пророков, чтобы научить их быть честными и добрыми, увы, люди тянулись к плохому, больше, чем к хорошему. Прошло больше 500 лет с того времени, когда Аллах отправил пророка Аисуа, алейсалям, к людям. Это оказался большой срок для того, чтобы забыть, как велел Аллах жить на земле. Мир ждал появления еще одного пророка, который должен был бороться со злом, неправдой, защищать слабых, старых и больных. Но когда это должно произойти? Многие знали, каким он должен быть, последний пророк на земле. Знали даже, как он будет выглядеть, какой будет ночь, когда он родится. Много-много разных знаков. Приближался тот заветный день, когда суждено было появиться на свет новому пророку. Ну а сейчас, мои хорошие, отправляйтесь умываться, чистить зубки и не забывайте упомянуть Аллаха. Спокойной вам ночи и сладких снов! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok